добрый день здравствуйте уважаемые подписчики и здравствуйте гости канала рубрика жемчужины кинематографа сегодня буду рассказывать о ленте которую я узнал недавно всего наверное лет пять назад под названием перекресток миллера фильм этот попался мне чисто случайно безбрежные сети обычно я копаю фильмы на рутрекере или на торрент ком и надо сказать что с каждым годом найти что-то такое интересное становится сложнее и сложнее слишком много фильмов я уже посмотрел и как вообще вот разобраться будет тебе фильм интересен или это очередной такой тривиальный стандартный фильмец который посмотришь один раз и тут же и забудешь навсегда и вот и сидишь часами читаешь рецензии на фильмы и ничто тебя не трогает лишь иногда ты улавливаешь какие-то смутные сигналы идущие от фильма нравится тебе может быть что-то в тексте рецензии что-то тебя задевает и тогда ты начинаешь скачивать все это на грани эмоции и порою вообще объяснить словами невозможно но ведь это и есть наше естество человека оно все такое же призрачное и необъяснимое почему один человек нравится хотя он может быть дурак дураком а другой внушает какое-то такое странное чувство или просто не симпатичен все время вмешивается что-то сидящее внутри нас интуиция или что-то совершенно несознанное темное из глубины веков как говорится что-то из подсознания ну вот что касается ленты перекресток миллера эта картина зацепила меня с первых кадров заинтересовала и уже более не отпускает целых пять лет периодически ее пересматриваю почти каждый год это тем более странно что фильм рассказывает о гангстерских войнах шедших во времена сухого закона в штатах на эту тему снято уже много фильмов есть среди них на хорошем уровне картины однако перекресток миллера стоит особняком от них в этой ленте какой-то свой своеобразный колорит не похожий ни на одну ленту данного жанра не похожий ни на крестного отца не на человека со шрамом совершенно иное иная подача материала здесь и на лицо присутствует какой-то такой черный юмор и интересно особенно роль актера гэбриэла бирна советника и правой руки левого по существу хозяина некого города зовут его том рейган прямо какой-то философ и он видит все будущие события на один-два хода вперед а согласитесь что для мафиоза это не присуще от слова совсем обычно это такие как говорится тупорылые как говорится возьмите наших тех же бородков что они там вообще могли они просто стреляли как говорится долбили и наседали на жертву вот они совсем не таков том рейган именно поэтому босс левого и держит эту светлую голову всегда рядом с собой несмотря на то что тут постоянно говорит ему неприятные вещи вот однако же тому приходится внимать словам своего оракула однако уже в первых кадрах картины настает момент когда лево пренебрегает советами своего как сказать советника что надо дескать сдать берни бенбаума некоего хитрого букмекера голову которого просто второй мафиоза в городе джонни каспар теряющий деньги в результате козни бенбаума и как он выразился что денежки скачут от меня другие руки но лево спит с сестрой берни верной и поэтому он не может его просто так сдать несмотря на то что том усиленно советует ему пойти как говорится на жертву такая жертва требуется на заклание поскольку ссориться с каспаром очень плохо и скорее всего это приведет бесконечным воинам том то это все прекрасно понимает но лево как говорится идет на поводу у своего либидо и к тому же мозги у него не диалектические ну и в результате конечно лево схлопатывает по полной программе начинаются гангстерские разборки и он вынужден бежать из своей квартиры пускает в ход пистолет а после еще акробатически скатившись по крыше дома расстреливает из захваченного уже автомата машину киллеров под бессмертную композицию песню джонни бой красиво все сделано и вот этот эпизод когда лево бежит и стреляет из автомата прямо какой-то такой не знаю шедевральный кадр получается в общем я думаю что вам должно понравиться все фильме сделано на лучшем уровне играют прекрасные актеры джон туртура джон полита альберт финни и другие картина вышла на студии 20 век фокс в девяностом году режиссеры картины вернее их целых двое братья джоэл и этом коэн 2005 году картина признана одной из 100 лучших фильмов по версии журнала тайм в прокате лента принесла создателям 5 миллионов долларов а теперь немного пройдусь по философским аспектам ленты а их немало первый самый простой это конечно же то что жизнь человека и особенно мафиоза коротка и непрерывно подвержена смерти подтверждение тому как внезапно меняется положение боссов мафии того же лево датчанина и других это как говорится тема всем известно кто первый выстрелил тот как говорится и остался жив второй аспект тоже тривиален это влияние женщин на судьбы всех мужчин и даже самых грозных казалось бы не обязанных испытывать слабости однако же никто не может противостоять женским чару некая шлюха верно и вертит всеми и левого и даже самим томом рейганом хотя последний пытается обуздать свою либидо и даже воздействует на лево стремясь избавить того от чар злодейки однако же ничего у него не выходит сдается мне что самые красивые беспринципные женщины способны размягчить мозги любому мужчине ибо гормоны без жалости не дают долго размышлять третий аспект философии в ленте это конечно же сам том рейган в результате ревности к верни он изгоняется левого и переходит на службу другому боссу мафии кастову и в итоге получается какая-то поистине дьявольская игра понять которую не удается которую вряд ли способен понять даже сам том невольно только возникает вопрос как ему удается каждый раз выйти сухим из воды когда казалось бы уже как говорится вот он неизбежен грозный финал и уже достается огромная пушка и нацеливаются ему голос то ли это дьявольское везение или мгновенный хитрый ход или что-то еще вообще на фоне тома и каспар и лео выглядят глупыми мальчуганами выходит что рейган как не финти этакий морярти преступного мира и летит ими всеми словно марионетками это видно по ходу картин как он уверенно ведет себя во всех эпизодах как умело пользуется всеми возможностями балансирует на грани жизни и смерти добра и зла идет по пути ведущему как к отстранению от радости жизни в конце концов даже получив прощение лео обратно уже не возвращается ну и последний аспект люди никогда не изменится очевидно и через 300 лет они все также будут убивать друг друга из-за денег женщин все также будут строить козни и ревновать страдать и радоваться ничтожным каким-то вообще приобретением человек если сказать подавляющее большинство людей так и остались такими же приматами дерущимися из-за самки и куска мяса несмотря на то что уже нашей цивилизации 7000 лет с момента появления так сказать ну если считать а два из возникновения шумера и оккада а кто знает я думаю что и до нас были цивилизации гораздо древнее просто они погибли и возможно погибли вот из-за таких же низменных страстей что же это такое какой-то дьявольский замкнутый круг история бесконечно повторяется вновь и вновь лента повествует о 20-х годах прошлого века однако же в нашей стране как известно такие же бандитские разборки происходили в 90-х годах спустя 70 лет словно и не было никакого прогресса и словно бы не было 70 лет как говорится советского союза когда люди вроде бы как стали добрыми гуманными но во всяком случае они были ими такими до конца 80-х годов в общем лента перекресток миллера многослойно и каждый зритель найдет не свою тему вот этим она как говорится и замечательно женщины найдут здесь безусловно сногсшибательный роман философы насладятся умом тома рейгана ну а любители разборок вкушат конечно адреналин от выстрелов крови и метких ударов в общем картина рассчитана на широкий слой публики вот и все останутся довольны в этом и кроется собственно секрет данной ленты ну а примитивные плоские боевики надоедают буквально через пару просмотров чего никак не скажешь об этой отличной ленте обязательно скачайте и посмотрите этот фильм всем удачи пока